Собственно, всем еще раз привет. Представлюсь еще раз для интернет-слушателей. Меня зовут Леша, Леша Натекин. И сейчас я вам расскажу про то, как мы создали Open Data Science, придумали открытые проекты и угорели по черному козлу. Собственно, пара слов про то, чем мы занимаемся, про то, что такое Open Data Science. Data-сайентисты — это народ простой. Нам нравится общаться друг с другом, лайтово собираться, обмениваться опытом и узнавать всякие клевые штуки. Собственно, мы собрали на площадке Slack достаточно большое и активное сообщество исследователей и инженеров из достаточно большого числа компаний, а также, что немаловажно, большую часть организаторов клевых Data Science, Machine Learning ивентов, на которые вы наверняка многие ходили. То есть почти, наверное, если вы за последние пару лет ходили на разного рода митапы и хакатоны, то их организаторы сидят у нас в чате и, скорее всего, достаточно известные личности. Вот пара таких людей уже свои мероприятия пиарили. Поэтому, собственно, у нас достаточно, скажем так, конструктивная, активная тусовка, я бы сказал. Не будем стесняться этого слова. И мы любим развиртуализироваться и делать всякие штуки вместе. И вот, собственно, про то, с чего это все началось, желание сделать что-то клевое для себя, я сейчас и расскажу. Сделать что-то клевое и написать про эту статью. Потому что, ну, Data Science, ученые, все дела. Два года назад это выглядело вот так вот. Мы поначалу достаточно цивильно ходили, собирались, читали друг другу лекции в офисах JetBrains, ВКонтакте, Deloitte, периодически разбавляя столь цивильные места, например, такими вот датаквартирниками. Вот, это было у меня дома в Питере два года назад. Здесь есть кто-нибудь, кто смотрел курсы на степике? О, неплохо. Вы узнаете кого-нибудь на этой фотографии? Да, в центре, собственно, три основных лектора со степика. То есть Толя Карпов, Ваня Иванчей, и вот здесь вот Арсений Москвичев, который только Лысину показывает, но поверьте, это он. Вот, то есть те, кто читали там курсы по R, статистике, анализу данных, нейросетям, и может быть чему-то еще, я, может быть, уже не в теме. Вот, собственно, для чего вообще нужны эти проекты? Какая у них суть? Если мы представим, скажем так, анализ данных как компьютерную игру, где разным уровнем сложности соответствуют разные, скажем так, возможности и занятия, то можно достаточно точно соотнести ее с похожей градацией, где чем больше уровень, где чем выше уровень сложности, тем больше погружения в предмет вам требуется. Но более того, помимо большего погружения, естественно, каждый уровень сложности дает вам совершенно разный уровень экспы. Он требует больше экспы, но и дарит ее значительно больше. Если как-то вот соотнести вот это с тем, с чем мы сталкиваемся в повседневности, то на самом деле самый лайтовый, еще даже до курсов, это всякие научпоп-статьи. То есть в основном из-за научпопа про искусственный интеллект и возникает такое количество диванных и экспертов, которых мы наблюдаем в фейсбучике. Самое хардкорное в этой схеме, то, что тоже у меня не указано, это полноценная работа в отрасли. То есть это видавшие виды чуваки, которые реально повидали всякое, я думаю, мне на камеру нельзя материться, у которых руки по локоть данных. А в серединке у нас то, чем мы, как правило, занимаемся на всяких наших прикольных метапах, курсах, кегл-конкурсах. И вот есть отдельно проекты, как самое ближайшее, что можно отнести к такому погружению. Погружению прямо в профессиональную деятельность. У проектов есть одна совершенно высветительная особенность. Вот эта вот картинка с комиксом про ученых, она идеально иллюстрирует наше отношение к тому, какие проекты должны быть. Так как мы ученые, то мы можем делать, что хотим. Мы это делаем для себя, поэтому если это достаточно круто, мы это сделаем. По крайней мере, попытаемся. Даже если не получится, то мы просто клево проведем время. Поэтому, как Саша Семенов выходил и немножко рассказал про наши проекты и статьи, с чего это все начиналось, мы действительно лайтово начинали с того, что предсказывали депрессию, суицид, копошились в порнотегах, угорали по дотке. Иногда для приличия немножко разбавляя это машин-лёрнингом. Ну просто, ну чтобы карму чуть-чуть улучшить. При этом, естественно, как бы наш интерес и руки по локоть были не в тех данных, что в чистом ML. Насколько мне известно, было написано по такой схеме четыре статьи на данный момент, по крайней мере, те, о которых неизвестно. Это не очень много, но тем не менее больше нуля. Из-за чего такое могло произойти? Мы поначалу были достаточно наивными и думали, что, блин, ну раз мы Open Data Science, то и проекты у нас должны быть полностью открыты. Поэтому сделаем, например, полностью открытый слэк-канал. Вот здесь вот, например, проект по дотке. Здесь не очень видно, но в нем состоит 62 человека. Как не трудно догадаться, из этих 62 человек 52 не сделали ни хрена ни разу ничего большего, чем заджунились в канал. Это как бы люди, которыми можно пожертвовать, условно говоря. Особенно этой логикой не стоит внушаться тем, кто реально статью написал. Кстати, написавшие статью, кстати, все здесь, так что желающие узнать побольше про доту, у вас представится такая возможность буквально минут через 15-20. Но к чему это все? К тому, что такая вот схема, что давайте сделаем все открытым, она не работает по двум простым причинам. Первое — это то, что всегда должен быть основной двигатель проекта, то есть человек, который больше всего за него горит. И всегда есть очень мало людей, которые что-то делают. Есть вот при таком соотношении на 60 человек наверняка наберется 5 человек, те, которые, конечно, ни хрена не сделал, но готовы прокомментировать. Как бы, если честно, с позиции тех, кто реально пишет статьи, их тоже не очень жалко. Вот. Ну, к сожалению, такая правда. Да, спойлер. Открытые проекты, основная проблема в открытых проектах — то, что мы хотели делать их открытыми. Вот. Идеология open science, open data и всего такого, она изначально подразумевает только шаринг открытых результатов, то есть так, что вы сделали проект, написали статью, полностью расшарили свой гитхаб, расшарили статью на архиве, есть для этого, например, специальный сервис gitxiv, и, может быть, даже что-то по этим репозиториям делаете. Вот. Но делать это абсолютно открытым, вплоть до того, что любой желающий в любой момент времени может что-то написать, типа, ой, чувак, тебе вот обязательно надо провести вот такой доп. анализ. Это несколько перебор. Вот, например, текущее видение такой схемы, как сделать ее чуть более жизнеспособной. Не смотрите, что здесь много стрелочек, основной концептуальный смысл в следующем. Команда должна иметь возможность, прям реальная команда, то есть не вот эти 62 человека, а те, кто будут писать статью, должна иметь возможность держать у себя какой-то закрытый, удобный чатик, в котором они будут переписываться. Потому что в том случае я уверен, что вот ребята писали эту статью, все равно переписывались друг с другом в личке. Они точно не вносили правки в публичный чатик, потому что, блин, а нафига? Ну, в каком-то приватном чатике, наверняка. Ничего не знаю. Соответственно, команда уже решает, чем она будет пользоваться, насколько публичным или закрытым будут их ресурсы. У нас были идеи, давайте как-нибудь унифицируем то, чем люди будут пользоваться. Да нет, никоим образом. Команда как бы чем решила, тем и пользуется. Хотят пользоваться Overleaf GitHub? Окей, флаг в руки. Хотят пользоваться, условно говоря, Амазоном, плюс каким-нибудь, условно говоря, GitHub для теха? Ну окей, как бы не вопрос. Have fun. Или, может быть, захотят угореть по Open Science Foundation вот этому вот сервису, osf.io, который агрегирует себе все вот эти вот тулы для исследований? Тоже как бы have fun, не вопрос. Вот сами решитесь, делайте. Самое главное — это то, чтобы результат потом в какой-то момент был показан. Как мы сейчас эту схему в последнее время устраивали? У нас есть такой канал Call for Collaboration. Пока что он работал в штучном режиме, что кто-то писал, что, блин, мне было бы очень клево чем-то позаниматься. И кто-то, кто, скажем так, веял себя в роли ментора, как правило, это либо Петя Ромов, либо я. Думали, что делать с этим человеком. Кстати, вот Петя Ромов, на него можно посадить, ему можно помахать ручкой. Вот. Уже этого человека направляли в закрытые проектные группы. Собственно, отсюда приходят энтузиасты, попадают в проектные группы по интересам, которые работают как хотят, что хотят. Самое главное — это то, что они периодически показывают результаты своей работы. Буквально сегодня, через минут 10-15, мы увидим результаты такой работы про дотку. Это, скажем так, полноценное научное исследование, про него мероприятия проводились. И про двач. Потому что двач. Вот. А дальше уже, что из этого получится, как бы предел вашей фантазии. Будет международная конференция почему-то или просто классный репозиторий, что угодно, как бы фантазия за вами. Чтобы показать, что как бы возможно все, и ваше ограничение — это действительно только ваша больная фантазия, я как раз сейчас покажу про наш самый трэшовый проект, про киберпанк, который мы заслужили. Кто из вас знает, что это за игра? Окей, отлично. Даже не надо объяснять. В общем, мы решили сделать реальный симулятор козла наяву. К счастью, козел у нас был. И для того, чтобы сделать этот симулятор, все, что нам надо, — это придумать, как управлять козлом так, чтобы мы, условно говоря, подавали ему какой-то сигнал. Пока еще не знаем, какой. То есть надо ли его колоть, бить током, или просто надеть на него очки виртуальной реальности и показывать в очках виртуальной реальности что-то. И понять, какие сигналы его будоражат, чтобы идти вперед, или останавливаться, или поворачивать налево-направо. То есть пока у нас был такой, скажем так, feasibility стадии на уровне того, что, во-первых, есть ли у козла вообще в голове что-нибудь? Во-вторых, можем ли мы сделать какие-нибудь разумные гипотезы о том, как им управлять последствиями? Мы, кстати, этого козла даже чуть-чуть побрили, чтобы прикрутить к нему этот простенький, я уже забыл, кто это, NeeraCock, NeeraWave, неважно. У нейроинтерфейса, который мы взяли, были огромные проблемы с тем, что, во-первых, он считывал сигнал всего два раза в секунду, то есть там было всего два Гц, и он использовал уже свои типа предобученные фильтры, на эмоциональные состояния козла. То есть вместо того, чтобы давать нам честный ЭЭГ, эта тварь давала нам у козла медитация, у козла сосредоточенность, у козла непонятные данные. Ну, блин, ясен хрен, что непонятные данные. Как бы примеров тех, кто снимал ЭЭГ с козла, я вот не удивлюсь, что таких, если как бы и было, то их можно перечитать по пальцам. И вряд ли они об этом публично рассказывали. Вот. Соответственно, ЭЭГ натянули, но решили, что нет, так дело не пойдет. По крайней мере, не с этим лейтенцефалографом. Можно ли сделать что-то еще? Да, черт возьми, можно. Мы прихреначили к нему две GoPro-шки. Вот. Зачем две? Ну, во-первых, потому что мы можем. Вот. Во-вторых, потому что получается, опять же, еще получается прикольный футач, с тем, что у нас есть как бы то, что козел видит, и то, что происходит вокруг. То есть, одна из гипотез была то, что, например, что-то там козла спугнет, и мы увидим, что, о, у него рожа изменилась, он там в страхе, в ужасе бежит. Да, кстати, еще были гипотезы о том, что, может быть, мы сможем считывать эмоциональное состояние лица козла. Ну, лица, морды, неважно. Вот. Мы немножко накосячили с камерой, потому что мы это делали из веревок и палок. Ну, ладно, окей. Мы это делали просто из пластиковых трубок и ввинчивание в этот самый, в пластиковую бляху между рог козла креплений Гохи. То есть, скажем так, это было сделано максимально кустарно, но максимально инженерно оправдано. Козел, кстати, почти не пострадал. У него пострадала только чуть-чуть шерсть. Но так как это сельско-отечественное животное, и так как его очень обильно откармливали, то он, я думаю, был не против. Да, в итоге, кстати, это какое-то время был не козел, а единорог, потому что у него рога были склеены вот этой вот пластиковой бляхой. Вот. Что интересует козла, мы установили почти сразу. Его интересует задница коз. Его чуть-чуть интересует жратва. Он немножко побаивается людей, по крайней мере, он побаивался нас, тех, кто как бы вкручивали в него всю эту фигню. Вот. Но интерес к козам у него как бы максимально превалировал над всем остальным. В конце я открою YouTube-канал. Да, мы все это выложили. И пока вы будете задавать мне вопросы, мы будем смотреть созерцательное видео с козлом от первого лица или от третьего, как сами захотите. Вот. Но, скажем так, первый подход к снаряду есть. Дальше уже на самом деле надо придумывать… Есть уже предварительная гипотеза, как управлять козлом. Ну, если мы предположим, что мы на козла наденем шлем виртуальной реальности, вот, то, чтобы им управлять, надо предварительно, ну, допустим, показать ему козу перед ним, удаляющуюся, чтобы он за ней пошел. Не знаю, сработает ли это на то, что козел, условно говоря, будет специально за ней идти вперед. Может, все-таки его надо будет как-то простимулировать, там, электрически, например. Вот. Но точно рабочая гипотеза, что если мы хотим, чтобы козел повернул налево, ему надо показать справа фотку нас. Желательно анимированную. Может быть, там какую-нибудь мерцающую красную. Хотя, не знаю, видит ли он цвета. Вряд ли. Хотя, хрен знает, надо биологу спросить. Я не биолог, я это санитист, не простите. Собственно, так обстоят дела с такого рода проектом. Собственно, что я хочу отдельно рассказать и что я хотел показать этим проектам. Фантазия — это единственное, что ограничивает нас в том, чтобы заниматься клювыми вещами. А реальные проекты по анализу данных — это огромный кладезь XP, который вы получите. Потому что на таких проектах вы проходите весь цикл проекта от и до. То есть, если на Kegel вы просто заходите, считываете данные, там немножко что-то где-то фильтруете, немножко фичи инжинирите, их же бусты стакаете, то здесь вы сами ставите эксперименты, сами собираете данные, потом сами придумываете, как это все запихнуть в рабочую модель, а может быть и сервис. То есть здесь у вас весь проект под ключ. Вопрос только в серьезности проекта. То есть хотите вы гонять козла на радиоуправлении или там, условно говоря, сделать сервис по дотке. И вот, условно говоря, DataFest и то, что мы все здесь собрались, это, можно сказать, отличное начало для того, чтобы те из вас, кто решит прокачаться или, по крайней мере, начать свои приключения с анализом, сегодня самое время, чтобы начать. А уже дальше, как бы, вот это, кстати, цикл путешествия героя, который переходит от фильма к фильму, от мифа к мифу. И все начинается с того, что какая-то сверхъестественная сила или сверхъестественно упоротая сила приносит человеку что-то странное, что отправляет человека в путешествие. Может быть, этот козел как раз будет тем самым сверхъестественным подарком, который вас в это путешествие и отправит. Так что заходите к нам в канал, в Call for Collaboration, и скоро мы наполним его еще большим количеством проектов. Там будут как и супернесерьезные, то есть типа козла. Впрочем, кому я это само уши вешаю? Козел дофига серьезный. Это, блин, киберфизическая система. Прям суперкиберфизическая система. Это дофига серьезный. Так и что-то такое более житейское. Музычку погенерировать или еще что-нибудь. Или бота с двача натравить на какой-нибудь, не знаю, политический сайт. Вот. Такие дела. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Вопросы? Что, хотите от первого лица? Да. Я не знаю, будет ли здесь аудио, потому что здесь еще козел периодически очень прикольно матерится. Вот. Я не буду проматывать, потому что… А нафига? Давайте посмотрим всю картинку оттуда. Вот. И пока вы смотрите, вопрос оттуда. Я это видео просто достаточно сотрел. Кстати, на Ютубе канал называется GoatPro. А сейчас? Хорошо. Меня зовут Юрий. Алексей, спасибо за угарное выступление. Я хотел спросить про самый серьезный проект, про козла. Есть ли какие-нибудь идеи, чтобы сделать этот симулятор многопользовательскими? Например, кто-то мог бы быть козочками, и они хотели бы, чтобы за ними бегали, но не догоняли. Ну, как пример. Слушай, хорошая идея. Ну, во-первых, козлов у нас много. Вот. Так что мультиплеер точно, я думаю, можно поддержать. Вот. Более того, вот если вы посмотрите, все это дело происходит в частном зоопарке, где вокруг ходят еще всякие олени, страусы, ламы. Вот там вот олень, например, прошел. Так что можно сделать это межвидовым. То есть там, например, козлы против оленя. Или, например, козлы загоняют страуса. Или страус козлов. Ну, блин, как пойдет. Я, пожалуй, не буду рассказывать про козлов и их особенности загона. О, кстати, вот сейчас вот. Вот, например, где вы видели, когда козел от первого лица пытается гнать ламу? Вот. Такой херни, я думаю, в интернете пока еще не было. Вот. Вот, еще вопросы? Говоря про дотеров и козла, может, стоит на дотера повесить нейро-шлем? Дотеры, что скажете? Дотеры молчат, не готовы. Но, впрочем, повесить шлем на козла, показывать ему доту и смотреть, что будет, это вариант. Я, например, слышал, что домашние животные периодически, но, кстати, не все животные, в смысле, когда речь идет, например, про кошек, то не все кошки способны воспринимать телек, но некоторые настолько как бы во все это дело вовлекаются, что их прям реально не отодрать от того, что они смотрят конкретную передачу, они на это залипают. Да, прям как люди. Но замечу, что не все животные. То есть у кого-то кошка может вообще игнорировать телевизор и его существование. О, кстати, сейчас тот козел нашел, что ему интересно. А у кого-то наоборот. Да, кстати, не бойтесь, 18+, здесь почти не будет. Ну, в смысле, от третьего лица будет небольшой 18+, потому что у козла очень странный, скажем так, подход к пикапу, скажем так. Просто козел, ну, чтобы пойти к козам, он решает немного прихорошиться и жахает себе в лицо одеколоном собственного производства. Со стороны это смотрится диковато, но видно козам норм. Леша. Да. Я все еще с этим предложением, потому что, как ты сказал, я справа. Слушай, прости. Да, да, окей. Ты же сам сказал, что у Dota действительно очень много данных, и синхронизировать это с ней рендер, с ЭКГ, это будет, мне кажется, интересно. ЭКГ, наверное. Хотя может быть и ЭКГ, а то там, когда кого-нибудь разваляли, и у человека сердечный приступ, как бы. Я хотел спросить про это самое. Кстати, вот занятный момент. Вот это может быть подставой для OpenAI, потому что вот у меня и у Ромы все это время были в футболке OpenAI, которые прям четко видны. А в Америке же на них еще и наехать могут. Защита живота. Кстати, здесь, если присмотреться, были занятные моменты, что в какой-то момент козел не может выбрать, типа, коза или уходить от людей. Коза или уходить от людей. И он решает все-таки идти к козе. Так что в этом плане предварительные идеи, что ему посылать на виртуальную реальность, есть. Так, давайте вот, например, от… Не, не от третьего лица. Хотя, давайте вот еще, например, одну штуку от первого лица. Я только не могу понять, какую мы только что смотрели. Это одно и то же, не одно и то же. А, вот, я как раз открыл то, что надо. Но тут можно промотать. Да, мне было мальца лень это все резать. Прям совсем мальца. Вопрос, вопрос, вопрос. Я здесь, здесь, здесь. Есть такая инициатива, ее сейчас поддерживает такой достаточно широко известный в узких кругах товарищ, Ван Бектин, его зовут. Про Open Data. Да, 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 Open Data. Да, вот, у них тоже есть свое слаг сообщества сейчас, и они там активно пытаются пилить все, что выкладывают. Ну, сам Иван занимается тем, что он такой архивариус. В смысле, они пытаются сохранить все, что есть из открытых. В этом вся суть Open Data. То есть, если Open Data движение, оно занимается тем, что оно популяризирует открытые данные и собирает открытые данные, Open Science, они популяризируют открытую науку и делают, условно говоря, тулы для того, чтобы шарить то, что ты там понаписал, то мы где-то посерединке. Мы берем то, то и скрещиваем мужа с ежом, прогоняем через GGBoost и презентаж. Я имею в виду, не было попыток это как-то действительно сконтачить? Слушай, я знаком достаточно плотно с Ирой Радченко. Более того, идея про Open Data Science, качественное название возникло, именно название Open Data Science возникло после плотного общения с ней, потому что Open Data, Open Science, Open Data Science. Все как бы это самое, бургер, который все идет. Но еще раз, Open Data, они прежде всего занимаются тем, что они действительно архивариусы. Они складируют данные, они собирают данные, они популяризируют то, чтобы их больше куда-то собрали. А мы те, кто с ними работает. То есть, заниматься немного сбором данных – это ок. Вот, например, ребята там по Dota хрен знает сколько данных собрали. Там десятки, сотни, может быть, терабайты данных. Петя, сколько вы данных качнули? Порядок. Да. Возвращаясь к этому козлу, мне было идеи, собственно, обучить козла. Понимаете, да? Не искать его поведенческие особенности, а обучить своим, и потом их, соответственно, утилизовать в управлении. Мне кажется… Слушай, я сейчас задумался, а не выделить ли на это отдельного козла? Сейчас, а вот вслед же… Просто если нет задачи управлять всеми козлами, а есть задача управлять этим козлом, то, мне кажется, это более короткий путь, возможно, будет. Смотри, да, это как вариант. То есть, на самом деле, этот козел, он пилотный, так сказать, во всех смыслах. В том числе то, что и пилотировать будем его. Но хочется все-таки, вот как правильно заметили, потом сделать мультиплеер. То есть, условно говоря, с небольшими доработками прифигачить такую же штуку к следующему козлу и, например, гонять с козлами на скорость. Есть такая штука, как это экономическая целесообразность. Возможно, как бы цикл обучения козла с дешевой штукой, которая может управлять. Слушай, тут погоди, это такой прайс, в котором экономическая целесообразность – это одна из самых последних вещей. Ну, не знаю. Патетически. Я боюсь, что инвестиции под кибер-козла не выбить. Тут же важная идея. И мне не жалко. Важная идея. Да. Ну вот. Это может быть не козел, а что-то другое, которое подобным же образом можно обучить. Вот на самом деле, я, конечно, понимаю, что сейчас… Я придумал. Это, короче, суперспособ борьбы с террористами. Это, короче, кибер-свиньи. Они просто ничего не смогут сделать, когда на них идет Боров. Причем Боров вот в такой еще амуниции полной. А можно вопрос? Ну, идея ок. И идея по тому, чтобы обучить этого конкретного козла, на самом деле, это очень разумный бейслайн для такого рода системы, если бы это было полноценной системой. Кстати, по поводу исследований, вот, между прочим, про всю эту фигню абсолютно реально написать статью на такую вещь, как сигбовик. Кто знает, что такое сигбовик? Окей. Вот, кстати, занятно. Только это половина зала, а это нет. Это, короче, такая шуточная конференция, которая проводится в Карнегемилон университете, где люди делают шуточные, но полностью серьезно оформленные исследования с машинным обучением. Например, на основе картинки матрицы предсказать ее ранг. То есть ты учишь сверточную сетку на JPEG-картинке, а она говорит, какого ранга эта матрица. Вот. А, собственно, в качестве JPEG-а там скатер-плот нарисован. Вот. Или, например, что там еще было? А, это самый пранон, пранормал дистрибьюшн. Это специальный фильтр, который удаляет привидения с фотографии. Это если вашим фотографиям мешает паранормальная активность, там всюду призраки, то, короче, этот чудо-фильтр, он их отфильтрует. Вот. Статьи полностью формально написаны по всем шаблонам I-Triple-E или кто у них там. Вот. Я, кстати, уверен, у них даже какое-то разумное цитирование есть. Но главное, что это конференция от души, на которую все-таки собираются достаточно провинтые западные исследователи. Кстати, сколько у меня времени? Все уже? А, еще пять минут? О, нифига себе. Можно еще козлов позапускать, поговорить, да? Вопрос. А вот чем эта история про козла закончилась, кроме классного видосика канала на YouTube? Слушай, Сантрея. На самом деле она шла очень долго. Я могу показать видео полуторагодовалой давности, когда мы впервые попробовали к козлу GoPro присобачить, поняли, что не держится. Мы долго искали, как бы, электроэнцефалограф, который подойдет к козлу. Вот. Долго думали вообще, что с ним делать. Вот. В итоге электроэнцефалограф стал нормально. GoPro от первого лица мы к нему присобачили, как бы, предварительно сделав бляху из расплавленного пластика. Это самый быстрорастворимый вопрос. Я забыл, как называется. Где Рома Дегтярев? Как называется этот? А? Наверное. Вот. Короче, ответили. Он еще такой, беленькими гранулами, которые растворяешь. Ну вот. Короче, сделали ему, по сути, плиту на рогах, куда можно крепить камеры. Собрали датасеты. На секундочку. Вот. Так что над этими датасетами уже можно делать image recognition, object recognition и detection. Кстати, вот от третьего лица. Если бы мы нормально собрали, если бы нормально прикрепили трубку, можно было бы сделать еще там, допустим, предсказания, всякие генеративные модельки морды козла. Вот. Кстати, это мы еще, наверное, соберем осенью. Вот. А помимо этого, в следующий раз мы знаем, как грамотно прикрутить электроэнцефалограф и какой надо прикручивать, чтобы у нас был полноценный постоянный сигнал. Так что мы можем еще... Да, кстати, козел бесится, пытается от камеры избавиться. Когда он сделает это максимально серьезно, мы, как санитары леса, выбежим и его скрутим. Вот. Так вот, возвращаясь к теме. В следующий раз, ну, уже можно считать, что это датасет. Более того, здесь есть два видео от первого и третьего лица, которые почти синхронизированы. Вот. То есть это уже видео датасет с козлом. Просто выкачиваете YouTube. Это достаточно просто сделать с этого канала. Или можете у меня попросить еще дополнительных видосов. У меня видосов где-то на часик побольше, но качество... Ну, они не такие интересные, как эти. Вот. В следующий раз будет датасет, получается, от двух камер. Вот такая вот на лицо. Камера от первого лица. И мы надеемся, что электроэнцефалограф. И будет вообще дикий датасет, с которым можно делать всякое, что вам придет в голову. А уж если есть датасет, то как бы вперед. Слушай, он... Слушай, кстати, занятый нюанс. Он не крутит глазами. То есть он, когда хочет повернуться, он поворачивается. А GoPro снимает достаточно широкий угол. Так что в этом плане, как раз, этот вопрос он покрыли. Но, в общем, чуваки правильно сказали, что у нас был именно подход. Нам надо было сделать. Вот. Мы сделали как могли и как бы неплохо угорели. Вот. Более того, из этого даже что-то получилось. И козел это пережил, самое главное. Вот. Так что этот чудо-экземпляр нам еще послужит... Вот, кстати, да, вот это пример легкого 18+, когда он решил одеколону плеснуть. Так что этот козел нам еще послужит неплохим датасет-генератором. Скажем так, за спойлерю, этот козел мой. Я с ним поговорил, он как бы не сильно возмущался. А потом вообще про это почти забыл. Еще вопросы? Там. Да, если не хотите качать с YouTube, могу завтра принести в 1920 на 1080 видео и прям с флешки отгрузить. Продолжая про козла, не пробовали на него GPS-трекер прилепить, и уж тогда что-нибудь типа эхолот или 3D-сканера, ну, которые окружающую действительность... Окей, тут хотят ответить за меня. Эхолот было прикольно, а GPS-трекер вряд ли. Нужно все проблемы решать наиболее сложным путем, поэтому трек вычленяете из видео. Мне кажется, это... Да, кстати, по видео еще можно реконструкцию сцены сделать. Это как бы... Челлендж настоящий. Настоящий челлендж. Я думаю, там просто микрофон не берет уже. Да, не хочет ли я брать. Ну, может, и этот самый намагничен, весь электрик. Окей, если у нас... Как у нас там со временем? Не пора ли выпускать датан? Он из козла уже все скрутили. Осталось, на самом деле, только одно короткое трэш-видео, как мы его в первый раз прошлой... Даже не прошлой, а прошлой ранней весной. Это самое отпускали. Вот. Тогда GoPro была закреплена хреново. Он, кстати, да, тут, опять же, может быстрее, как козел будет страусов это самое гонять. О том, что это GoPro на козле, можно понять только в какой-то момент по тени. Там будет тень такая, что вот козел и над ним GoPro. Но достаточно быстро эта козлина ее скинет. Вот прямо сейчас такая тень была очень характерная. Ну, короче, там не очень получилось ее закрепить, поэтому скоро он ее скинет, короче, в сено и какахи, и вообще. Но GoPro не привыкать, как бы, они для этого и созданы. Да, зато вот сейчас стало понятно, что да, козел. Ну, если не козел, то что-то живое, короче, и не человек. Да, собственно, время вышло. И еще раз всем спасибо. Вот, и да, спасибо.